Спасибо большое, Георгий Иванович, Светлана Анатольевна, уважаемые коллеги. Сейчас приобщусь к этой системе. Ну, тут неоднократно сегодня говорилось, что существует взаимодействие новообразования, зарождающегося или уже образованно с иммунной системой. И говорились такие слова, как иммуноредактирование, эллиминация, равновесие и избегание. Это всё действительно касается взаимоотношений опухоли и иммунной системы, но существует взаимоотношение иммунной системы и эндокринной системы. Я приведу только несколько примеров, хотя они довольно важны. Это, в частности, влияние эндокринной системы на иммунитет. Целый ряд гормонов влияет, может быть, большинство влияет, но стероиды, безусловно, влияют, о которых сегодня говорилось, метаболические факторы помимо гормонов. И поэтому давно введено понятие метаболической иммунодепрессии. У нас, в частности, этот термин предложил Владимир Михайлович Дильман. И это справедливо. Сейчас иногда открывают Америку в зарубежной печати и пишут, что вот, там жирные кислоты могут угнетать иммунитет, предположим, и так далее. Конечно, многие вещи уже известны. И потом есть понятие, как иммунометаболизм. Это тоже можно обсуждать, что за этим стоит. Но я понимаю это таким образом, что сами иммунные клетки, у них есть свой обмен веществ, в них происходит. И там может быть и гликолиз, о котором мы знаем, и многие другие вещи. Синтез холестерина во многих из них. Это может быть связано с их иммунной функцией. С другой стороны, есть аутоиммунные заболевания эндокринной системы, о которых сегодня тоже вкратце и не вкратце упоминали. Это говорит о связи этих двух систем. И, наконец, об этом меньше известно, но и клетки иммунной системы способны к продукции гормонов и к связи с рецепцией. Это, в частности, касается лимфоцитарной инфильтрации, в том числе опухолевой ткани и макрофагов. Вот я, в частности, здесь хочу вам показать. У нас 20 лет тому назад вышла работа, когда мы изучали, сопоставляли лимфоцитарную инфильтрацию. Это при раке молочной железы с гормонально-метаболическим статусом больных и с рецепторным фенотипом опухоли. И, с другой стороны, мне посчастливилось принимать участие в левой части слайда. Это работа, где смотрели, а что происходит с макрофагами, и не могут ли они быть дополнительным местом продукции эстрогенов. Оказалось, ну, мы тогда пользовались методом колокализации. Простите, чёрно-белый снимок. Но и CD-68 маркёр макрофагов, и сама экспрессия ароматазы наблюдалась в одних и тех же клетках. Это в опухолевой ткани. Значит, макрофаги имеют большое значение. А с правой стороны пример, касающийся рака эндометрия. Там показано, что макрофаг первого типа каким-то образом взаимодействует с макрофагом второго типа и через интерликин-17А, который взаимодействует со своим рецептором. Потом, в конечном итоге, это происходит влияние на клетки рака эндометрия, и при этом их чувствительность к эстрогенам повышается. То есть, видите, тут разные есть сектора, где может взаимодействовать эндокринная система с иммунной системой. И когда тут ещё на фоне новообразования зарождающегося или уже существующего, понятно, что получается довольно сложное явление. Ну вот, уже сегодня неоднократно говорилось. И действительно, по моему представлению, конечно, кожные и гастроинтестинальные они важнее. и, может быть, менее благоприятны для многих больных, естественно. Но эндокринно-ассоциированная токсичность тоже принадлежит к числу достаточно частых осложнений. Просто, может быть, мы ещё не так много с этими средствами лекарственными работаем. Но уже сейчас видно, что существует определённая препарата специфичность. Вот я вам хочу показать на одной картинке эта работа 2016 года, Гонзалес Родригес. Я старался ориентироваться в дополнение к тому, что нам было известно на совсем современную литературу. Вот таким голубоватым цветом показан эпилемумаб, а синим цветом – ниволумаб. И вы видите, что если смотреть на частоту всех эндокринных осложнений, то они варьируют и при использовании того и другого препарата в широком диапазоне, ну, примерно от нуля до 30%. Хотя я согласен со Светланой Анатольевной, что ноль – это, наверное, слишком мало сказано, бывает чаще. Но 30% – это уже очень много. Но я о другом сейчас хочу сказать, что вот гипофизит по вот этим данным в среднем, ну, тут получилось около даже 12%, а сами же авторы этого метаанализа показывают, что 8%, но это в случае эпилемаба, то есть ингибитора сетела-4. А для, например, ниволумаба, препарата другой группы, воздействующего через ПД-1, получается, что гипофизит – это всё-таки, можно сказать, большая редкость. А гипотиреоз – наоборот. Мы видим, что при таком препарате, который воздействует на ПД-1, повреждения функциональной тиреоидной системы, и это видно и по гипотиреозу, выявляются чаще. Надпочниковая недостаточность в них может сравниваться, но опять-таки чаще наблюдается по этим данным у такого препарата, как ниволумаб. Если мы возьмём комбинации две препаратов, я не совсем уверен в том, что тезис, что когда мы комбинируем препараты, но, повторяю, я говорю ведь об эндокринных осложнениях, когда мы комбинируем препараты, обязательно у нас токсичность, может быть, общая – да, но эндокринная – не обязательно. Вот посмотрите, например, наверное, лучше, может быть, даже на следующем слайде это показать. Вот смотрите, слева препараты использовались изолированно, а справа они использовались в комбинации. Значит, если мы посмотрим на гипофизит, он по вот этим данным был чаще в случае эпилемумаба, который использовался изолированно. Когда мы переходим на комбинацию эпилемумаба и с ниволумабом, мы видим, что уже гипофизит реже. Если мы смотрим тиреоидные вещи, то да, в случае гипотиреоза он действительно в комбинации част, а в случае гипотиреоза – это он опять-таки в комбинации част. Но если мы возьмём комбинацию эпилемумаба и пембролизумаба, то это наблюдается относительно реже. Но это работа 2015 года. Авторы тоже пишут, что демонстрируется параллельное увеличение частоты и серьёзности. То есть этот тезис имеет значение. Но в некоторых случаях при комбинации мы не видим усиления этого эффекта. И, честно говоря, когда об этом думаешь, не совсем понятно, почему это так. Потому что в том и другом случае вовлекаются иммунные и аутоиммунные механизмы, и, казалось бы, должна быть суммация, но сохраняется препаратоспецифичность. Теперь, если мы говорим об особенностях эндокринных осложнений, которые ассоциированы с иммунной терапией, то, конечно, наблюдается, во всяком случае, так литература об этом говорит, что по мере увеличения дозы препарата можно ожидать и увеличения частоты случаев со степенью токсичностью 3,4. Это вроде бы выглядит закономерно, но, с другой стороны, вот эти авторы тоже 2016 года, они приводят очень высокие концентрации эпилемумаба. То есть у них, значит, вот они, видимо, позволяли себе, я не знаю, мы считаем, что, наверное, 1,8 и 3 миллиграмма должно быть. Или у вас бывали и такие случаи, когда вы давали до 10? Я как-то... Ну, тем не менее, значит, эти авторы, они говорили о меланоме, и вот у них получалось так, что была пропорциональная зависимость дозе препарата. Потом они говорили о таких вещах, которые для того, чтобы о них говорить, серьезно требуют накопления материала, то есть у лиц какого пола это чаще наблюдается, и в каком возрасте. Светлана Анатольевна говорила, что в пожилом возрасте это может быть связано с дозой, но если доза такая, скажем, которая считается оптимальной, как 3 миллиграмма, то там учащения не следует ожидать. Но за этим надо, видимо, следить, потому что действительно у людей определенного возраста могут быть ограничения с учетом токсических осложнений. Теперь, если говорить о гипофизите, ну, вы слышали, у нас в институте, несмотря на то, что прошло 100 больных, Светлана Анатольевна мне говорила, раньше, что, может быть, и 120, по-моему, такая цифра звучала. Но если 100... – В клинике было больше. – В количестве. – Да, было больше. Но вот, насколько мне известно, и Алексей Викторович, по-моему, это подтверждал, был один случай только гипофизита, который был зафиксирован янами. То есть это, получается, 1%. То есть та частота, которая дается в литературе, тут уже об этом говорилось, надо накапливать свою группу, и тогда уже определять, какая истинная частота того или иного осложнения. Но понятно, что если говорить о гипофизите, это серьёзное состояние. И, возможно, может быть, почему один случай? Потому что, может быть, не выявляли некоторые субклинические вещи, они не все фиксируются. И, значит, я просто хочу сказать, вы помните из институтского курса, что вырабатывается в гипофизе много гормонов, и многие из них выпадают. Но нужно понимать, что имеется передняя и задняя доля гипофиза, и есть промежуточная доля, которая тоже играет роль. Особенно там есть такой проопиамиланокартин, который в передней доле расщепляется на АКТГ и бета-липотропин, а в промежуточной доле он как раз на альфа-меланоцитостимулирующий гормон. То есть к той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, может быть, это имеет и непосредственное значение. Но просто нужно понимать, что при выпадении функций передней доли прежде всего страдает адренокортикотропный гормон, то есть кортикотропы выпадают, потом териотропный гормон, по щитовидной железной, значит, мы должны ориентироваться, и потом уже клетки, которые называются гонадотропами или трофами, их иначе называют, это тогда будут гонадотропины, фолликулостимулирующие или тонизирующие гормоны. Это может отразиться на состоянии как больных мужчин, так и женщин. А то, что мы фактически очень редко видим, это выпадение, и по литературе так, если в задней доле, значит, выпадение будет антидиуретического гормона, который препятствует диурезу, значит, можно ожидать несахарного диабета, то есть мочи изнурения несахарного. Это надо понимать таким образом. Ну и с другой стороны, вот важно, что вот тот проопиамиланокартина, о котором я сказал, это было сказано не ради красного словца, а чтобы показать, а почему, собственно, мы говорим, что вот эти осложнения аутоиммунной природы. В частности, когда он расщепляет более крупные предшественники, в частности, проопиамиланокартин, расщепляются, там возникают дериваты, они могут служить необычными, в данном случае антигенами, на которые вырабатывается определенный ответ, и может быть активация Т-клеток, и это уже является одним из признаков аутоиммунной природы вот этого гипофизита, который ассоциирован с иммунотерапией. А с другой стороны, другим проявлением аутоиммунного механизма является лимфоцитарная инфильтрация, потому что гипофиз при этом в кавычках и без кавычек набухает, и в основном это происходит за счет лимфоцитарной инфильтрации, и это еще в большей степени указывает на аутоиммунную природу процесса. И вот здесь, значит, проявлениями, на которые надо обращать внимание и не выпускать это, тем более Светлана Анатольевна при ее большом опыте говорит, что вот не всегда фиксируются осложнения, но такие вещи, вот как головные боли, астения, слабость, гипотония, к ним надо относиться соответствующим образом сонливости, о которой мы только что говорили, это может быть и проявлением начинающегося гипофизита, и, может быть, его частота превышала бы 1%, о котором мы сейчас с вами говорим. Ну, потеря либидо и эректильная дисфункция тоже связано, должно быть, по идее, на более позднем этапе, когда выпадают гонадотрофы и так далее. Повреждения, ухудшения зрения, как раз в данном случае не так часты. Вот, и вот что касается исследований, здесь надо еще сказать, что исследования гипофизарных гормонов, хотя вот я это неоднократно говорил раньше, мы это обсуждаем с коллегами, и это нужно делать, что консультация эндокринолога, в принципе, нужна до начала терапии подобными препаратами. Но если говорить об исследованиях, то гипофизарные гормоны, очевидно, полезно изучить до начала лечения, потому что, если мы хотим говорить о какой-то недостаточности центрального типа, мы это по некоторым признакам можем увидеть. Не всегда по АКТГ, но, может быть, например, по тиреотропному гормону можно увидеть, можно увидеть по гонадотропинам. А в динамике, значит, ну, мы до этого еще дойдем, но, в общем, до начала терапии имеет смысл эти вещи исследовать. А для диагностики и дифференциальной диагностики, вот, прежде всего, эта дифференциальная диагностика должна быть с метастатическим поражением гипофиза. Причем, вот что важно, сегодня кто-то из выступавших, я не помню, может быть, даже Светлана Анатольевна или Алексей Викторович сказал, что на аутопсии метастазы меланомы в головной мозг, не в гипофиз, выявляли в 75%. Поэтому очень важно понимать, что метастатическое поражение, ну, так, по литературе получается, чаще вовлекает заднюю долю. И тогда, поэтому мы чаще видим несахарную мочу изнурения. А если речь идет о гипофизите, связанном с иммунотерапией, там чаще, конечно, значительно должна теоретически вовлекаться передняя доля гипофиза, и для дифференциальной диагностики это может быть важно. Но здесь уже показывали одну картинку, как гипофизит должен выглядеть. Вот слева показан нормальный гипофиз. Тут он, видите, большой, увеличенный и усиленный сигнал у него. А здесь более сложная картинка, потому что, с одной стороны, здесь они дают усиление гипофизарного сигнала, а с другой стороны, у них утолщаются, то есть выявляются утолщенные прилежащие менингиальные структуры. И это тоже, может быть, значит, отличает гипофизит, в частности, от гипофизарных аденом. То есть второе, с чем мы должны дифференцировать, человек мог не знать, что у него есть микро, там, допустим, или макро даже аденома гипофиза, как это клинически не проявлялось. Например, хромофобные аденомы гипофиза, они не являются гормонально активными. Пока не испортится зрение, может быть, и ничего и не будет. Ну, а микроаденомы, тем более, могут пропускаться. Это такие вещи, конечно, надо, в частности, учитывать. Ну, вот вопросы, которые нуждаются в обсуждении, и в том числе при участии эндокринолога. Потому что, тут у меня написано так, при подозрении на гипофизит от намеченной дозы эпилемумаба следует отказаться. И ставится знак вопроса. Потому что при подозрении, и вот здесь нужно исследовать, и тогда уже понимать, и оценить уровень целого ряда гормонов, которые как раз характеризуют те системы, о которых мы с вами говорим. И, конечно, эти анализы должны быть, хотя справедливо сказала Светлана Анатольевна, что терапия с стероидами должна начинаться максимально часто, но надо успеть всё-таки, если вы хотите к этому этапу перейти, успеть взять кровь, кровь для того, чтобы какие-то вещи определить, и потом на них ориентироваться, и уже дальше следить. Потому что, если лечение кортикостероидами начнётся, то целый ряд вещей, включая, кстати, тереотропный гормон, который глюкокортикоидами может сам подавляться, я уже не говорю про КТГ, тогда эти анализы, в общем-то, будут лишены смысла. Но я сказал, что выпадение, повреждение вот в таком порядке, это надо повторить. Кортикострофы – это значит ЭКТГ, потом тереотропы – это прежде всего ТТГ, свободный тероксин, свободный триотиранин, и гонотропы, в последнюю очередь, это ЛГФСГ. Так что у вас у всех учреждениях, наверное, всё-таки с эндокринологами контакты есть. Оп, назад, простите, сейчас вашу картинку покажу. Ну вот, но здесь как бы перечисляются некоторые вещи, может быть, подробнее, чем нужно. В зарубежной литературе считается, что нужно начинать с метилпреднизолона, причём в качестве обоснования говорят, ну, у него же преимущество глюкокортикоидной активности, а минералокортикоидной активности нет. Я не знаю, чем это, собственно, мешает, а метилпред бывает у нас не всегда. Преднизолон, как правило, бывает, и поэтому, в общем, действительно, надо, по идее, почему метилпреднизолон хорош, там надо начинать с внутривенной инфузии. А я так думаю, что в нашем случае гидрокортизон используется, сукцинат, или что? Преднизолон. Для внутривенного введения. Понятно. Ну вот. А потом, когда уже видно, что происходит клиническое улучшение, то переходим на преднизолон, на пероральный, тут даются какие-то для ориентации дозы. Но второй вариант, который, во всяком случае, в зарубежной литературе конкурирует, это дексаметазон, который широко вообще в химиотерапевтической клинике и при высокодозной терапии применяется и так далее. Ну, тоже тут, после того, как дексаметазона большие дозы давались, постепенно доза снижается и рекомендуется заместительная терапия гидрокортизона. Но надо понимать так, что гидрокортизон – это тоже достаточно чистый глюкокортикоид. А если речь идёт, вот я позднее немножко скажу, сейчас о надпочниковой недостаточности, там нужно и о минералокортикоидах помнить. Так, теперь, значит, когда гормональный дефицит, а если мы сейчас продолжаем говорить о гипофизите, то тут нужно возмещать три вещи. Это глюкокортикоидный компонент, кортизол, значит, гидрокортизон должен быть, тероксин – щитовидная железа. Иногда дискутируется тероксин или триодтиранин, но тероксин, потому что он всё равно в значительной степени превращается в триодтиранин. И тестостерон или эстрадиол в зависимости от пола пациента. Вот. Теперь гормон роста, хотя там выпадение тоже этой функции, но, как правило, не рекомендуется, потому что вообще считается, что гормон роста обладает пролиферативным эффектом. Ну, конечно, надо водить достаточно долго его для этого, но, тем не менее, это, как правило, глюкокортикоиды, вот эту слабость, присущую недостатку. Тем более, если тестостерон вводится мужчинам, то тогда это как-то нивелируется другими введениями. Ну, вот теперь обсуждение некоторое, мне кажется, всё-таки нужно в отношении того, как влияют высокие дозы глюкокортикоидов и не влияют ли они на противоопухолевую активность тех препаратов, которые мы обсуждаем. Вот Светлана Андреевна, Светлана Анатольевна, мне тоже поделилась со мной вот этим слайдом. Это работа 2012 года, где разницы не было никакой, была ли терапия стероидами до наступления ответа или не было стероидов. Здесь, как оценка результатов, производилась полный ответ, частичный ответ и стабилизация. То есть, по отдельным группам пациенты не делились. И когда другая группа называлась прогрессирование заболевания. Тем не менее, почему я сейчас покажу один-два слайда, почему, значит, люди обращают внимание на этот вопрос. Да, первая реакция всегда, когда осложнение, это глюкокортикоиды. Почему? Ну, потому что, в частности, они угнетают аутоиммунные реакции. Такое объяснение одно из, правильно? Но, с другой стороны, они угнетают иммунитет как таковой. И некоторые авторы, или у них было много времени, или они об этом думали, говорят, но мы же можем тогда и противоопухолевому эффекту мешать. Поэтому эта литература существует. И, наверное, нужно её обсуждать. Я покажу две с половиной работы. Вот одна была раньше той работы, о которой мы сейчас только что говорили. Она была в 2007 году. И там было исследование направлено на оценку противоопухолевой активности ингибиторов CTLA-4 при меланобластоме. И оно не выявило достоверных различий выживаемости у получавших и не получавших высокодозную стероидную терапию. Тем не менее, у 12 больных, получавших высокостероидную терапию, медиана длительности ответа равнялась 19 месяцам, в то время как во всей группе 30 месяцев. Поскольку у 11 больных, которые не лечили стероидами, но ответили на иммунотерапию, медиана ещё не была достигнута. То есть, здесь как бы существует намёк на некоторое ухудшение результатов на стероидах. Но данные и 2009 года есть работа другая, и работа 2015 года. И вот этот автор Лемин, он опубликовался не больше, не меньше, как в Clinical Cancer Research. То есть, в журнале, который считается фактически самым ведущим в клинической онкологии. И у него приняли эту работу. Он пишет, что нет различий между тем, когда принимают... Это речь идёт о гипофизите по-прежнему, который у нас редок, а мы так много о нём говорим, но надо это знать, тем не менее. Значит, получается, что при нём высокодозная кортикостероидная терапия не отражалась на результатах, на онкологических результатах. Но, тем не менее, авторы сами считают, что нужны проспективные рандомизированные исследования, чтобы прояснить истинное положение дел. и считают, что оправданным нужно считать начало высокодозной стероидной терапии не ранее появление клинических признаков эндокринопатии, как гипофизарного, так и стероидного ряда. Это тонкое очень место. Его надо понимать так. Я всё-таки сам склонен к тому, что стероидную терапию начинать надо, и надо начинать своевременно, но неплохо обсуждать, действительно, как вы говорите, на консилиуме, в частности, с эндокринологом, потому что могут быть определённые нюансы. Вот здесь задавался вопрос, по-моему, насчёт гипертонии, а я бы спросил просто про диабет. Мы же даём высокий... А, Михаил Юрьевич что-то такое спрашивал, мы же даём, но не про диабет, а про другое, что действительно у глюкокротикоидов есть свои побочные эффекты. Стероидный диабет один из них, и там не надо, как в случае остеопороза, ждать несколько месяцев. Там это можно увидеть достаточно быстро. Значит, мы знаем, как с астероидным диабетом бороться, это нас не пугает, меня другое интересует. Вот если у больных диабет вообще явный, то эти препараты назначаются или нет? Но это не сейчас, это мы давайте обсудим, когда будет дискуссия. Наверное, назначаются, но я на всякий случай спросил. Так, теперь, значит, мы упомянули тиреоидный ряд, значит, нам надо несколько слов сказать о тиреопатиях. С ними проще, чем с гипофизитом, но они значительно чаще, в принципе. И по нашей практике тоже. И мы видели больных вместе с отделением Светланы Анатольевны, там какие-то были триодтиранины, и тероксины чрезвычайно низкие, и ТТГ был высокий. Но, кстати, у этих больных не всегда была явная клиника, насколько я помню. Поэтому этот вопрос заслуживает внимания. Правда, когда авторы в отношении гипофизита там писали, что нужны рандомизированные исследования, меня это напугало, слава, потому что, к счастью, это бывает редко. Вот. Но, значит, это безусловно, поскольку там выявляется лимфоцитарная инфильтрация, за счёт бета-клеток и цитотоксических лимфоцитов, это аутоиммунная патология. Единственное, чего мы не знаем, вот больной, который к нам приходит, у него лимфоциты, лимфоцитарная инфильтрация, и даже аутоиммунный чередит, реально, вот по вот этим данным, у него мог быть до. И это вообще интересный вопрос, потому что поощряется ли иммунотерапией то, что исходно есть, или это просто то же самое существует, это не всегда. Понятно, но я думаю, что, наверное, поощряется. Безусловно, просто больные разные, и разная степень этого может быть поощрения. И тут есть некоторые различия, поскольку вот ПД-1 тоже экспрессируется вот всеми этими клетками, то есть бета-клетками и цитотоксическими т-лимфоцитами и натуральными киллерами, они все при использовании такого препарата, как Ниволумаб, пролиферируют, а в силу этого моноклональные анти-ПД-1 антитела индуцируют больше тиреопатий, чем антитела против CTLA-4, потому что там по механизму, который нам сегодня представляли, о котором нам рассказывали сегодня, там пролиферируют в основном только Т-лимфоциты. С практической точки зрения, что важно, симптоматика вот этих тиреоидных патологий, хотя они более часто, она не всегда помогает диагностике, и поэтому я тут кое-что подчеркнул, следует принять за правила лабораторной обследования тиреоидной системы до начала иммунотерапии ингибиторами CTLA-4 и особенно ПД-1 и повторение набора тестов этих, а именно такой тройки классической, как мы это называем, ТТГ, свободный тероксин и свободный триотиранин в ходе проведения этой терапии. Здесь отличие от гипофизита, потому что при питуэтарных выпадениях мы считаем, что правильно тоже до начала исследования посмотреть, что у больного было всё интактно или были какие-то вопросы, а в тереоидной системе не только до начала исследования, но и в процессе, потому что это поможет за этим всем следить. Ну, надпочниковая недостаточность делится она, как известно, на вторичную и первичную. Но первичная считается, что это бывает аутоиммунный адреналит. Это бывает. Я знаю, вот у нас в Институте акушерства и гинекологии когда-то этим занимались и находили у них там есть большой отдел эндокринологии и находили такие случаи. Но здесь речь идёт всё-таки, что на фоне иммунотерапии чаще вторичной, когда выпадает гипофизарная функция. И тут нужно оценивать, если мы говорим о надпочниковой недостаточности, не только кортизол и АКТГ, но нужно смотреть и альдостерон, и ренин, потому что это идёт по минералу кортикоидной системе, и поэтому также и калий, и натрий. Ну, это я так уж написал, хотя этот метод нечасто доступен, иногда можно смотреть антитела к ткани коры надпочников. Ну, приводятся какие-то критерии, ниже которых, ну, вот если, например, ниже 80 наномоль на литр кортизол, ну, так пишется, то это лабораторное указание на снижение функции коры надпочников. Но, в принципе, в клинической практике это, знаете, кортизол на всё отвечает, и на введение иголочки в вену он тоже отвечает более высокими цифрами. Но если всё-таки низкие цифры, то, наверное, так, а про АКТГ тоже трудно говорить, но, тем не менее, утром натощак, я говорю, когда речь идёт о гипофункции, менее 5-7 пикограмм на миллилитр. А вот симптоматика для надпочников и недостаточности, между прочим, похожа на гипофизарную, потому что, видите, слабость, быстрая утомляемость, тошнота, потеря веса, снижение аппетита, гипотонии, ну, и бывает гипогликемия. Вот это вот важно. И необходима заместительная терапия, причём это может быть гидрокортизон, когда нужно быстро, то внутривенно, внутримышечно, или преднизолон можно внутривенно, вот, а затем внутрь и средняя оптимальная доза уже, когда вы всё компенсировали, это 20-30 миллиграмм гидрокортизона, он называется картеф, и не путайте его с картинефом, который тоже нужен, это минералокортикоид, в его таблетке 100 микрограмм, и нужен подбор доз и уменьшение этих доз, особенно, когда подходим к поддерживающей терапии по анализам, которые, значит, рекомендуются в этом случае. Вот, я хочу, кстати, уже ближе, приближаясь к завершению, сказать, что три года тому назад на российском онкологическом конгрессе меня просили, значит, сделать доклад об эндокринно ассоциированных побочных эффектах вообще консервативной терапии, там была и гормонная терапия, и химиотерапия, и таргетная терапия, так вот кусочек из таргетной терапии я всё-таки хочу сказать, потому что особенно часто там повреждение тиреоидной функции, причём, в первую очередь, вот так называемых малых молекул, это важно, но что тут существенно, что бывает два типа гипотириоза при этом, один, который предсуществовал и усиливается при использовании таких препаратов, как, допустим, эмотениб, сарафениб, вандотениб, которые используются при лечении медулярной карциномы щитовидной железы, и достаточно часто при сарафенибе, сунетенибе и гливеке, эманетенибе, вот. А с другой стороны, бывает деструктивный тиреидит, и при сочетании с аутоиммунными реакциями, о которых мы тут говорим, то это, в общем, довольно часто выявляется. Поэтому, хотя иногда доктора забывают про это, но всё-таки нужно опрашивать всех больных на предмет, ну, мы так считаем, по крайней мере, тиреоидной, патологии диабета. Это, в общем, достаточно просто сделать. И в случае гипотирёза, конечно, препараты щитовидной железы. Тогда же, вот, говорилось о том, что связь выраженности нежелательных явлений с результатами противоопухолевого лечения и эндокринно-ассоциированной токсичностью нередко это сочетается с успешностью гормона, химии и таргетной терапии. Я отвлекусь и приведу один пример, что у больных раком молочной железы, которым мы назначаем, там, оксифен, у них очень часто наблюдаются приливы. Ну, достаточно часто. Ну, там, я думаю, 25-30 процентов, а то и чаще. И есть литература, есть наблюдение, что те больные, у которых наблюдаются приливы, и они приходят к доктору и жалуются, говорят, приливы, и всё, у них лучший ответ на тамоксифен. Поэтому здесь, применительно к той теме, которую мы обсуждаем, тоже надо на некоторые вещи обсуждать эти проблемы, и, может быть, это заслуживает дальнейшего изучения и в случае использования иммунотерапевтических препаратов. Теперь, если говорить о выводах, кое в чём у меня будет перекрест, видимо, с предыдущими докладчиками, но я, тем не менее, скажу так, как тут написано, что эндокринные проявления современной иммунотерапии по своему спектру и выраженности заметно отличаются от соответствующих побочных эффектов иных вариантов консервативной терапии. И с учётом учащающейся, или мы надеемся, что будет учащаться, монотерапии, комбинированной использованием иммунотерапевтических препаратов, следует ожидать как дальнейшего развития онкоиммуноэндокринологии, так и, главное, роста числа обсуждавшихся осложнений. Потому что, если когда-то будет такое радостное событие, что больше будет выделяться денег, неважно, через систему ОМС, я интересовался, вот всегда, когда еду куда-нибудь в командировку, интересуюсь, а как ваши пациенты получают препараты. Очень часто многие вещи покрываются тем, что у нас называется ОМС. Вот если ОМС в результате обещаний многолетних и многочисленных будет это делать, то та группа больных, которую мы сегодня обсуждаем, и та группа препаратов, которую мы сегодня обсуждаем, всего этого очень сильно заслуживают. Вот. И помимо понимания природы эндокринопатии, ассоциированных с иммунотерапией, и благодаря этому пониманию должен делаться акцент не только на лечении, но и, естественно, на своевременном выявлении и прослеживании тех осложнений эндокринных, о которых мы сейчас говорили. Между прочим, недостаточно изученными, я пытался по литературе смотреть, остаются причины вхождение или не вхождение вот тех эндокринопатии, о которых мы сейчас говорим, в комплекс с другими нежелательными явлениями. Просто другие нежелательные явления чаще наблюдаются, но бывают ситуации, когда есть и другие нежелательные явления, и есть эндокринопатия. Бывают ситуации и таких больше, когда есть другие нежелательные явления, и нет эндокринопатии. Хотя вроде бы и там, и там стоит аутоиммунный механизм за ними, а почему-то они не всегда совпадают. Вот это тоже, мне кажется, повод для размышления. И хотя Светлана Анатольевна показывала разные алгоритмы, я по целому ряду вариантов клинической практики знаю, что иногда разработка проекта соответствующих стандартов с прописанных в ними рекомендациями, вот то, что называется российскими, и то, что они часто основываются на зарубежных, это не недостаток, потому что если такой, скажем, проект рекомендаций, которые говорят о предупреждении разных осложнений, в том числе эндокринопатий, будет как-то подготовлен, то он должен реализоваться специалистами, которые представляют все тут перечисленные уважаемые организации, может быть, и другие заинтересованные стороны. И это, я думаю, и для докторов, и для благопациентов будет, конечно, полезно. Спасибо большое. Спасибо большое. Лев Михайлович, пожалуйста, коллеги, вопросы. Да, Михаил Ильич, будьте любезны. Уважаемые коллеги, я создаю в продолжении эндокринологической темы, что этот вопрос будет усиливать прогрессирование гипогликемии у аудитории. Но, тем не менее, мне очень хотелось бы вам задать вопрос, который я хотел перед этим задать и Светлане Анатольевне, и Алексею Викторовичу. Там они оба демонстрировали график, в котором была показана временная шкала возникновения, разрешения и степени тяжести побочных эффектов. Вот, значит, три кривые были абсолютно нормального и понятного типа. Они параболические такие, да? Я почему-то не нашел, что это сообщил. Да, да, вы пролистнули его, я видел. Я его пролистнул, а его нельзя вернуть, мне легче будет. Да, давайте посмотрим его. Значит, они параболические, все понятно. Значит, они возникают, потом лечатся, и затем спадают под влиянием лечения. Это кожа, печень и эндокринологическая. А эндокринологическая, посмотрите, она провокационная такая, да? Она продолжается в ту сторону. Это что, значит, что больная на заместительной терапии так и находится всю жизнь? Или все-таки это разрешается? Эндокринологическая патология, посмотрите. Давайте сейчас разберемся. Давайте. В правой части слайда только о гипофизите речь. Почему он уходит вдаль? Если он выявляется, насколько я понимаю, не так быстро от него избавиться. Это раз. Слева сравниваются разные препараты в отношении вообще разных эндокринных осложнений. И здесь получается так, вот по этой картинке, но ответственность на Гонзалес Родригес, она дала метаанализ. Но это все-таки метаанализ. Хотя, я не знаю. А вот с другой, другие. А здесь получилось так. Ну, я так понял ее, что на эпилемумабе у них начиналось чуть раньше. Тут же речь идет о чистоте. И потом чистота не прерастала. Вот давайте, это можно обсуждать, но действительно обед, может быть, после него. Нет, 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 я-то готов. У меня гипогликемии нет. Я просто говорю так. Но о другом давайте говорить. Меня самого вот этот, я собирался это обсудить, почему-то пролеснул. Почему действительно падает? Потому я думаю таким образом, что речь идет об активной выраженности симптоматики. И в случае эпилемумаба, если о сумме эндокринных симптомов говорить, поддерживается на определенном уровне. А про два других препарата, которые Светлана Анатольевна всячески превозносила, наверное, справедливо. Я сейчас не говорю об этом. У них происходит вот спадение выраженности, я думаю. А вот на правом-то графике посмотрите. Вот как раз почему я спрашиваю. А это уже коллегам, которые лучше знают гастроэнтерстин. Кожа, гастроэнтерстинальная, печень. А гипогизит вот туда ушел, куда-то в сторону. Не, а понимаете, Михаил Юрьевич, это трудно обсуждать, как во многих других случаях. Потому что все эти больные, я не сомневаюсь, лечились кортикостероидами. И поэтому, если здесь господин Вебер или доктор Вебер дает вот такую картинку, то у него были больные, я так вот считаю, больные, которые отвечали на ваши необходимые мероприятия лечебные. И поэтому к таким картинкам надо относиться с осторожностью. Большой. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лик Михайлович. Мы продолжим дискуссию. Насколько времени мы... Я не знаю, у нас полчаса осталось. Если следовать регламенту, осталось полчаса. Если нет, давайте обсудим. У нас 30 минут написано сзади на дискуссии. Да. Ну, во сколько мы встречаемся? Давайте через 45 минут. Через 45 минут, да. Без 10. Без 10. Не знаю. Все...